Страсти по иммунитету. На этой неделе достиг кульминации процесс лишения неприкосновенности ряда депутатов, к которым накопились вопросы у прокуратуры и других правоохранительных органов. Скептики заранее прогнозировали большие политические торги, что нардепы, дескать, выдержат натиск генпрокурора и своих не сдадут. Оптимисты упрямо твердили, что время не то и подходы другие, и аргументы у прокуратуры не отпереться. Так что уведут фигурантов в наручниках прямо из сессионного зала. Кто же оказался прав и как долго еще депутатский мандат будет защитой для нарушителей закона? Ирина Смирнова расскажет про всю подноготную драму в парламенте. Читать молитву Отче наш сразу после открытия пленарных заседаний. Это не просто предложение, а законопроект, внесенный на рассмотрение Верховной Рады буквально перед уходом народных избранников на каникулы. То ли, чтобы мысли депутатские становились чище перед голосованиями, то ли, чтобы к их нынешней неприкосновенности добавилась еще и небесная защита. В свете последних событий второе выглядит даже более логично. Генеральный прокурор приехал в Раду, чтобы лично убедить депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности с их шести коллег. Андрея Лозовому меняют неуплату налогов на 1,7 миллиона гривен. Евгения Дейдея подозревают в незаконном обогащении. Квартира в Киеве больше, чем за 2,5 миллиона, плюс пара новеньких джипов, каждый без малого по 1,5 миллиона. У Борислава Розенблата и Максима Полякова, оба из провластных политических сил, янтарные страсти. Бывшему секретарю Киеврады вменяют нарушение регламента во время голосований по земле. Срок давности по этому делу, кстати говоря, истекает через три месяца. Экс-мэру Харькова припомнили дела земельные, собственно, во время его пребывания на посту городского головы. Глава специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пришел в Раду подготовленным. Проекты поделены про подозру и протоколы затриманных готовы. Но проголосуют депутаты или нет, решил не загадывать. Верю, надеюсь и сподеваюсь. В кулуарах Рады прошел полушопот, вроде бы прибыл спецназ, значит, будут аресты прямо в парламенте. Скептики непоколебимы. Дескать, все уже обо всем договорились. В общем, в ожидании депутатского шоу вся страна запаслась попкорном. Олесь Довгий и Михаил Добкин сами попросили коллег отдать голос за снятие неприкосновенности. Свою честь на свободу я не променяю. Голосуйте, принимайте любое решение, а там посмотрим. Призвал коллег и сам проголосовал за лишение себя же иммунитета. Перед голосованием по Розенблату сам он заметно нервничал и всячески избегал общения с журналистами. Ну что ж мы за вами бежать будем, или что? Не обещайся. Не обещайся, вы на работе. Евгений Дейдей, Андрей Лазовой тоже старались не попадаться на глаза. Поляков одним из первых заявил о преследованиях. Будут переследовать, заниматься моих родичами, все наближение, будь кого, чтобы меня знищить. Сочувствующими коллегами по сессионному залу, как выяснилось, можно практически ничего не бояться. Из шести народных депутатов, о снятии неприкосновенности с которых просила Генеральная и Антикоррупционная прокуратура, иммунитета лишились четверо. Розенблат, Поляков, Довый и Добкин. Причем разрешение на арест Рада дала только по последнему. Дейдей и Лазовой вообще отделались легким испугом. Остались с депутатским иммунитетом и совсем из-за чего могли этого иммунитета лишиться. При этом однопартийцы того же Лазового разразились праведным гневом в адрес тех, кто проголосовал, по их мнению, неправильно. И для меня абсолютно незрозумілим, когда, шановный мой коллега и братья Андрей Білецкий проголосовал за зняття недоторканостей с Андрея Лазового. Людину, яка вытягивала его из въезда в 2014 году. Оце мені незрозуміло. Для меня это незрозуміло. И никогда я этого не зрозумію. А так захищаємо парламентаризм і знімаємо недоторканість з усіх. Наших не троє, не хороше. А так парламентаризм ми, да, защищаємо. Круговая порука, круговая защита. Вот і все. Потому що депутатський корпус – це такая корпорация, закрыта. Многі депутати или там лідери фракції понимають, що якщо только дати кому-то отмашку на якого-то депутата, например, арест, значит, це може пойти така цепна реакція. Це понимають нынешні парламентарії, понимали і їх предшественники. Вперше о снятии депутатської неприкосновенності заговорили в 2000 году, коли президент Кучма іниційував всеукраїнський референдум, одним із пунктів якого був вопрос о снятии депутатського імунітета. 89% опрошенних українців висказалися проти тотальної захищеності народних депутатів. С того времени только лениві політики не говорили своїм избирателям то, що ті хотіли слухати. А нікторі зробили пункт о снятии неприкосновенності чуть ли не першим в предвыводних программах. Наша Україна з Віктором Ющенко, блок Юлія Тимошенко, народна самооборона, лідером которой, кстати, був нынешній генеральний прокурор Юрий Руценко. А ВОЗ, як видим, і ныне там. В нынешній составі Верховной Раді, якщо сложити позиції тех політичних сил, які входили в коалицію, це можна було приняти без всякого шума простим технічним решенням. Але цього не було зроблено. Раз не було зроблено, значить не дуже, то і депутати хочуть з цим розставатися. В 2015-м Верховна Рада даже проголосовала в першому чтенні поправки Конституції, в соответстві з якими народні избранники могли стати такими ж доступними для закона, як і остальні українці. Після голосування відправили в Конституційний суд, відтуда законопроект вернувся в профільний комітет і все. Ждет розсмотрення ВРАДі з декабря 2015-го года. А хто ж буде проти себе голосувати? Голосувати проти себе дурной тон. Да і проти колег депутатов тож кнопки жмут неохотно. Тоді чому дали полну свободу правоохранителям в отношіні Добкина? Що касатися Добкина, то це, знаєте, по принципу не жалко. Так, потому що це оппозиційний блок, це якби не свої. А вот і своїх ніхто нікого не знав. Добкин при этом не растерялся. Тільки получив в ГПУ сообщение о подозрении, як тут же проанонсировал возможне создання своєї політичній сили. Із політики уходить не собираюсь. Считаю, що настало время задуматися о созданні в Україні, скажімо так, єдиной оппозиції, яка могла б, собрав в себе всі лучші умы і сили, раді будучи України, раді будучи людей, живучих в Україні. Ізвинте, що в політику сюда втлетаю, к своєму головному делу. Совсем лише депутатам неприкосновенності, як утверджають аналитики, тож не панацея. Тож, в чому парадокс. Коли людина, значить, не задекларувала свої статки, ну яка може бути тут політика? От ми з вами щось не задекларуємо, да? І до нас прийде податково. Це буде політика? Ні. А тут йдеться про мільйони. Мільйони доларів гоцівки. Розумієте? Ну яка тут політика? Ідеальна в цьому плані система в Європі. За політичну позицію депутат преследоваться законом не може. А якщо совершив кримінальне правонарушення, будь добр, отвечай, як рядовой гражданин країни. І якщо виноват, то і молитва вряд ли поможет. Ірина Смирнова, Алексей Гриценко, События недели.